коллеги я вас приветствую вы на канале о сложном просто меня зовут сергей сегодня хочу провести такое знакомство по версии 2.0 ну то есть уже было знакомство тогда был он молодой и неопытный так сказать командный фреймворк теперь хочу познакомить заново и по большому счету рассказать что уже готово и что в нем есть и так модульный монолит на базе доппф то есть это доппф приложение который построен по принципам mbbm который умеет читать плагины ну или командами которые лежат в папке ну кстати не только давайте начнем с самого начала так командекс это аббревиатура ну вернее сокращение на команд экзекьютор который умеет находить то есть это shell оболочка на доппф проходит да и лельки в папке и может их показать пользователю который может их запустить и команды сможет перехватить результаты выполнить команды показать результаты пользователю ну и там при некоторых условиях вот как раз пятая сборка это процессоры то есть можно каким-то образом обработать процесса этими процессорами которые вы можете добавить на свое смотрение из чего состоит командекс ну во первых это пять репозиториев теперь уже раньше было четыре они все в открытом доступе лежат на гитхабе пожалуйста открывайте смотрите пользуйтесь и давайте про каждый поговорим более конкретно итак командекс энджин это основная сборка это нугит пакет который лежит на нугит.org в открытом публичном доступе движок для всего фреймворка заложен как раз именно в этот нугит пакет здесь лежат контракты базовые классы реализации базовые механизмы и прочие необходимости для того чтобы можно было делать команды обособленно от shell закидывать их находить запускать и так далее то есть самое главное фреймворковская так сказать середина движок как раз этот энджин и есть надо сказать что у него появилась расширенная версия это тот же самый энджин только теперь в нем еще есть процессоры то есть те самые те самые процессоры которые могут получить результат от выполнения какой-то команды выполнение плагина и обработать его должным образом но опять же напомню что для того чтобы команда отдала что-то на shell ей нужно об этом сказать не забывайте вы спрашиваете я отвечаю если команде включена опция отдавать результат на shell shell их увидит и если у shell есть обработчики то она соответственно их сможет обработать в принципе неважно какую сборку вы установите для того чтобы создать свой shell или создать свою команду теоретически процессор они более продвинутые в нем есть это но собственно говоря на ваше смотрение shell команды shell это главное приложение которое есть собственно говоря сама вот оболочка сам сам такой распознаватель находитель команд вот так то есть shell умеет как я сказал находить импределенные папки на диске это все конфигурируется команды которую он может потом отобразить ну и собственно говоря при определенных условиях может перехватить результат выполнения показать пользователю ну и собственно игра прогнать по процессорам которые собственно любом тоже можете использовать дальше есть набор команд которые уже готовы но они большинстве своем случае созданы именно для знакомства с типами команд которые уже существуют и реализованы в команде кси напомню их 5 это dialog command empty command это generic тип в смысле пустой команды есть параметр команды когда несколько команд одного типа могут обмениваться одним и тем же параметрам независимо друг от друга читать эластической записывать резалт комнаты этот generic так называемый тип вы туда можете какой-то дженерик засунуть и он его будет возвращать нашел или не будет возвращать нашел опять же зависит от того настройка включен или нет ну и визор диалог то то же самое что диалог то есть запуск в модальном окне но только визор включая там набор шагов это тоже собственно говоря можно использовать полезная штука при некоторых операциях но и есть еще один шаблон для visual studio называется shell develop template который позволяет более продуктивно вести отладку и диагностику ваших команд то есть если вы делаете какую-то команду и вас по идее возникнет необходимость как-то отладить ее если ты или как вы помните ее нельзя просто запустить так вот созданный проект из вот этого шаблона позволит вам вашу команду запустить прямо в реальном времени на вашей собственно говоря в репозитории а потом она когда будет отложена или просто откомпилировать и отправить шоу то есть такая полезная штука мне кажется она прям решать все проблемы разработки ну и нужно теперь сказать немножко про командекс shell я напоминаю что это допиев приложения которые сейчас на данный момент находится на версии тот нет 8 и надо сказать что в этот шоу уже интегрировал ну во первых он весь построен на комьюнити тулкин то есть соответственно используется паттерн mvvm дальше его интегрировано dependency injection контейнер на базе microsoft dependency контейнера соответственно вы можете использовать вливание в разные свои модули в том числе вливание шелла и некоторых частей шелла вашей команды реализовано логирование причем она реализована таким образом что пишется файл используется для этого siri log соответственно если вы установите дополнительные какие-то расширения их можно для siri log найти пачку например там все вилка стек или там ну их много вы знаете поэтому не буду причислять то есть siri log подключен и подключен файл ну и дебаг visual studio но это уже нюанс а соответственно подключаемые дополнительные это просто настраиваться и полетели также используется конфигурирование на базе нв файлов т.е. environment это значит что вы вправе и у вас есть возможность конфигурировать свою оболочку для разных средств ну и еще одна важная штука которая позволяет нам смотреть так вы сделали какую-то команду и у вас для того чтобы эта команда заработала нужен допустим там какой-то нугит пакет и вот шелл большинстве своем умеет эти пакеты для запуска команды загружать перед стартом кашировать и для последующего старта соответственно эти нугит пакеты использовать это важная штука потому что в противном случае тогда пришлось бы все нугит пакеты все зависимости одномоментно проставить шелл но это бессмысленно да есть некоторые нюансы не все нугит пакеты особенно от больших производителей там microsoft или там от гугла не всегда потому что можно установить потому что в процессе подключения через visual studio этих нугит пакетов та же самая visual studio догружает еще пачки пакетов эта история известна она описана на препозиториях поэтому имейте в виду не все не всегда можно как обойди очень просто этот нугит пакет нужно поставить шелл и тогда его соответственно в команду ставите но эти нюансы мы будем с этим бороться но теперь нужно немножко рассказать про то как это работает итак у нас есть шелл то есть оболочка это приложение допиев который запускается по идее она изначально пустое и запустили ничего нет есть возможность скопировать плагин откуда-то там в папку есть возможность там ну давайте так скажу так у меня есть рабочее приложение на базе этого шелла на базе команды который идет в api смотрит список плагинов устанавливает запускает работает обновление работает это в принципе такая задача на звездочку но она уже существует я не знаю нужно реализовывать это здесь команды кстати я думаю что это на ваши смотри но тем не менее пишите комментарии если это собственно потребуется итак есть набор плагинов неважно откуда они взяты плагин или команды неважно не важно даже что они делают важно что их можно положить в папку которая собственно шелл найдет и позволит при выборе определенной команды открыть эту самую команду этот шелл прочитать его настройки то есть у каждой команды может быть свой файл файл настроек который лежат в той же папке где команда соответственно читается и конфигурируется просто открыв текстовой файл dnv поменяв настройку можно перезапустить команду все заработает соответственно есть поиск по командам то есть команд у вас там тысячи то поиск фильтрации так сказать уже как бы сама собой напрашивается более того надо сказать что если команд прям совсем много то их можно сгруппировать это функционал уже реализован в шелле группировка при помощи там определенных механизмов тоже существует вы можете угруппировать к помощи тегов так называемых меток при создании команды указывайте метки и она попадает в нужное место вашей древовидной иерархии например это в принципе уже тоже реализовано ну естественно программе можно почитать какие плагины куда поставлены версия программы и так далее так далее и еще там есть возможность очистить кэш ну это уже тоже как бы собственно существует и так что дает запуск что собственно может давайте так что можно сделать в этом самом ше ну во первых можно открыть команду то есть запустить команду и зависимости от того какой тип команды она будет запущена либо в модальном прямо в модальном окне либо без такового просто там фоне а вам просто выносится результат если опять же команда позволит этот результат передать нашел дальше настройки настройки собственно говоря открывает environment files если его нету для этой команды то она его создает ну попытается открыть некоторые дефолтные программы то есть дефолтные программы для работы с текстелем файловой могут и создавать файлы то есть теоретически нужно просто чтобы ваша команда работала с этими настройками если их нет то файл создаться если есть она его откроет и вы сможете отредактировать при этом shell нужно будет закрыть и снова открыть чтобы команды перечитались и нашли свои настройки пока это работает результат выполнения команды может быть передаем в shell есть специальный параметр который при разработке команды устанавливается аллоу ну смысле разрешить результат выполнения команды передавать shell и тогда shell может получить результат по умолчанию если используется engine только object и стерилизовать его в нужную там штуку там показать на UI если используется процессор то можно там два типа других клиппорт результаты файл сейф текстовой то есть сохранить или там скопировать клиппорт это как бы вот таким вот образом работает ну и надо сказать что вот это вот команды они сейчас просто отображаются в списке или в древовидном списке тоже тоже реализовано как я уже сказал ранее можно реализовать по принципу MDI ну который собственно открывается как обыкновенное рабочее приложение более того при помощи этого MDI при помощи данных мета данных которые формируются командами можно сформировать меню которое будет формироваться динамически команда появилась меню собственно говоря одного вида команды недостаточно пользователю прав например для просмотра какой-нибудь команды ему это меню не показывать потому что команда не дала ему то что нужно для формирования меню это в принципе тоже возможно но пока этого нет но теоретически имейте ввиду что все для этого есть shell может авторизовать пользователя через АОС 2.0 это тоже уже реализовано на примере бесплатного тестового сервера авторизации который предоставила команда duend.com это автор и создатель identity server так называемый АОС 2.0 спецификации реализуемый фреймворк вот мы в смысле мы наша команда разработчиков лица меня и колобонги мы решили использовать бесплатный сервер чтобы показать какие настройки нужно подключать чтобы собственно говоря у вас заработала авторизация все это реализовано открываете репозиторию смотрите супер ну и shell может как я уже сказал получать команды из какого-нибудь сервиса в данном случае например web API или просто там Razer page вы создали в котором собственно говоря можно загружать команды каким-то образом смотреть на то какая у них версия какие были релизы ну и потом собственно говоря выбрать команду установить ее ну выбор уже происходит непосредственно в самой шоу нажимаете кнопку показать список команд она читает их сервера показывать нажимаете кнопку установить копируется дллька с файла в смысле сервера копируется в папку там распаковывается например если допустим это zip-архит и при следующем запуске команды появляется собственно говоря в списке команд если появились обновления тот же самый принцип копируется обновления заменяется сборка в общем все легко и просто еще раз повторюсь эта реализация есть но так сказать моем рабочем проекте в публичной версии этого нету но если вы хотите на это посмотреть пишите в комментариях я поделюсь с вами мыслями кодом наверное посмотрим вот ну и надо получать надо сказать что вот это вот шелл команды из map API это нету сейчас в репозиториях это подвижки вперед на будущее если это будет востребовано наверняка я это реализую но пока заявок не поступало ну и надо показать еще кучу моменты которые бы обязательно хотелось бы сказать используется сборка .NET ENV эта штука позволяет конфигурирование как я сказал файлов через ENV я пытался присобачить ASP.NET Core модуль который называется AppSettings то есть конфигурации через JSON вот эти вот файлы не совсем это эффективно и не везде это работает а ENV работает везде даже в докере и так далее и тому подобное но еще раз это работает в консоли это работает в докере это работает на AIS то есть можно там варьировать все вот эти настройки консольные для приложения это как бы круто ну и как и говорил шелл умеет загружать некоторые зависимости ну 99 процентов случаев да умеет загружать их складывать в папку при старте модуля если ему требуется зависимость он ее подключает и использует но при этом нужно понимать что шелл сам загружает сам складывает в папку и бывает иногда нужно сбросить эти зависимости чтобы получить новый это пока не реализовано но теоретически это возможно более того вот этот шелл вот эта оболочка она умеет читать зависимости не только с Nuget.org но и через настройки можно указать чтобы она читала с корпоративного фида так называемого как поставителя Nuget команды ну и как я уже сказал есть нюансы когда не все зависимости могут быть проброшены на шелл потому что есть такие зависимости например MS SQL Server если вы разрабатываете плагин который ходит в MS SQL Database через SQL Client там есть нюансы Visual Studio в процессе сборки докидывает ну некоторое количество сборок наверное так можно сказать или Nuget пакетов скрытых которые при компиляции зашиваются но они не лежат в Nuget пакете поэтому вот этот пакет например для MS SQL Server нужно непосредственно запихнуть в shell я это сделал в рабочем проекте прекрасно работает никаких проблем дальше еще надо сказать что есть такое понятие как диалог сервиса это интерфейс который реализует модальные окна на базе которого строятся диалоги диалог уведомлений уже реализованы работает собственно диалог подтверждений это confirmation или prompt я его сделал совершенно даже недавно и сегодняшнее видео я хочу продолжить как раз примером использовать этот диалог подтверждений дальше хотел бы сказать про iResult Processor это такая штука которая зашита в engine и по умолчанию возвращает просто строку ну то есть объект с командой который в общем то как хотите так дальше и играйте с ним но iResult Processor имеет возможность расширения то есть там есть специальный интерфейс который имеет возможность подключить разные процессоры обработчики то есть возвращать уже не object непосредственно с вашей командой а допустим Clibboardboard который ну Clibboardboard Clibboard Result он называется который текст который вы запихнете выполняет или команды запихнет в буфер обмен ну как вариант или допустим есть текстовой файл Result да когда вы какую-то данные отдаете а Command X полученный Result предложит вам сохранить файл вот такие варианты эти процессоры вы можете плодить ну пока вам пока вам не идут видеть ну и еще раз по умолчанию возвращается объект надо понимать это при установке сборки Command X.Engine если вы установите Command X.Engine.Processor тогда у вас появится Clibboard Result как я уже сказал и текст файл Result вот сейчас мы переключимся Visual Studio так давайте так пока еще рано вот про спасибо за внимание давайте переключимся Visual Studio я покажу как можно сделать диалог для того чтобы от пользователя получить ну какой-то выбор да а нет и так далее переключаемся итак друзья я forkнул так сказать Command X.Engine ну в общем склонировал его и теперь он у меня есть здесь собственно в общем используйте fork полезная штука она на самом деле очень недорого стоит и поверьте она стоит того так я открыл приложение вот мой Command X.Engine надо сказать что здесь у меня мало что изменилось больше менялось конечно в engine и давайте я сначала покажу что у меня установлен итак у меня установлен как раз Command X.Engine.Processor ну в общем и в целом если вы захотите свой что сделать вы можете выбирать только engine или engine processor тут уже как бы на вашей совести что еще в общем и в целом появилась возможность создавать так называемые диалоговые окна ну давайте подумаем куда мы можем этот диалог воткнуть чтобы я прямо его сначала создал надо сказать что он уже существует прямо в этом в шеле в демонстрационном примере давайте я запущу приложение покажу вам я запустил приложение я напоминаю что здесь нужно написать bob и логин bob это то что просит тот самый duende software duende.com который предоставляет эти серии в качестве примера там Alice Alice или bob ну логин пароль пара вот мое диалоговое окно вот собственно говоря допустим иерархия которая формируется если вы хотите каким хотите образом ну я буду вот такой простой Extend List использовать вот поиск вот about тот самый про который я говорил ну давайте попробуем на выполнение команды вот сейчас она просто запускается давайте попробуем на выполнение команды допустим делать запрос действительно ли хотите запустить какую-нибудь команду давайте с этого и начнем для начала давайте я покажу как это работает для начала вот здесь у меня в about есть open диалог вот ok cancel и так далее и тому подобное то есть все все как в обычных приложениях и поэтому я стремился сделать максимально просто итак мне нужно для запуска команды спросить диалог у нас есть command executor который вот в этом месте где-то выполняет команду можно даже найти где-то вот здесь вот у меня есть в shell есть метод execute action и вот тут-то вот команда запускается вот сюда я хочу устроить проверку на то что команда перед запуском спрашивает у пользователя диалог во-первых мне нужны диалог сервиса он у меня уже как вы понимаете за injection залит вливанием зависимости в мой shell в мой shell в юмодул если так можно выяснить ну и вот появился shell confirmation который по большому счету давайте напишем вопрос и собственно нужно добавить еще парочку моментов во-первых здесь мне нужно получить вот этот результат и вот этот результат давайте прямо так напишу пусть это будет результат и вот этот вот результат как раз и будет то что было результатом причем обратите внимание вот этот результат давайте я прям покажу он может быть yes, no, ok, cancel, maybe, I don't, no в общем куда что вы запихнете то и будет работать по умолчанию есть такая штука называется давайте тоже покажу так третьим параметром сюда как раз можно подставить вот эту штуку com нет com firm types так вот и здесь уже есть перечисления собраны в кучу ok, cancel, yes, no или yes, no, cancel ну давайте выберем вот это и соответственно yes, no, cancel придет вот сюда в результат соответственно можно сделать так если допустим равен yes я запрашиваю yes значит я буду проверять yes то я могу сказать так мы хотим запустить ну давайте тогда вот эту штуку вот так вот возьмем вот сюда вот так вот ставим и все и пусть она запускается вот таким вот образом если у меня допустим result равен там что я еще писал нет там result где он confirm диалог равен ну мы закроем а вот если cancel ну давайте напишем какой-нибудь диалог сервис я я очень надумываю я это не буду сохранять естественно в депозитории просто демонстрации operation пусть будет как-нибудь там canceled вот таким вот образом ну и здесь ну и здесь ой show information неправильно написал show notification вот ну и все да тут собственно больше ничего не требуется теоретически все можно как бы запускать и проверять как это работает ну выполняем команду диалог хотите запустить команду нет ну как вы помните мы говорили что она просто закроется и выполнить команду cancel диалог ну и собственно если ее выполнить то вот у меня выполнена команда скопировалась что-то там ctrl v ну вот вот ну то есть я напоминаю что получение экспоната это музей юмора там просто они туда приходят и я их просто сделал так чтобы они копировались собственно говоря в буфер обмен тот самый creepart result как это работает ну собственно наверное мне вам больше рассказать нечего но друзья вот собственно тот самый блок который был при запуске моего что еще ну все наверное наверное на этом все друзья вам всего доброго и пишите правильный код то что что это что это